вечер добрый слушаете вы свое радио надеюсь привычно для себя расположившись в удобном кресле если дома либо в автомобиле так чтобы чувствовать себя комфортно как обычно с понедельника по пятницу ну обычно с понедельника по пятницу а вот до 1 апреля мы просили у вас пардонте с понедельника по четверг включительно просто потому что пятница мы тратим сейчас извините за такое слово на ремонт в новой студии там все продвигается все становится краше и краше хотя пыли много но это уже отдельная тема для отдельного разговора сегодня как всегда с 8 до 10 в программе живые живые люди живые музыканты с которыми мы живы беседу беседуем и песни о нем свои замечательные поют представлять коллектив не буду сначала как обычно традиции с традицией хотя все понимают прекрасно кто здесь мы делаем вид что мы так сказать интригу какую-то развиваем но тем не менее первая вещь это как музыкальная заявка поэтому давайте мы ее сыграем а дальше уже само собой начнем наше с вами беседы беседовать как всегда живой звук программе живые поехали а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лишь бы не сойти с ума Закружилась голова Но по телу льется ток Нет, еще не вышел срок Умирающий в ночи Я хочу вспышать рот Но из вечерей тошнит Станова шутеновод И к нему не прикоснись То ли слезы, то ли сплись Я прошусь, никогда не стыдись Битые осколки лифт Пустота пусты гласнит Фабриканты ложных форм Для лохов и говноков Закибающие в ночи Я хотел услышать гром Но из тех жалей тошнит Станова шутеновод И к нему не прикоснись То ли люди, то ли всты Я хотел искать это бибир ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Битые осколки лифт Пустота шутеновод Битые осколки лифт Пустота шутеновод Станова шутеновод И к нему не прикоснись То ли люди, то ли всты То ли шопы, то ли рты Далеко не до беды Далеко не до беды Далеко не до беды АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот теперь и здрасте полноценно могу рассказать Летт Гоу здесь, сегодня коллектив, которым мы ждали И ждали не только мои, а аудитория Очень радостно, что они сегодня здесь Говорим в другой микрофон, ты же помнишь Добрый вечер! Все свои Орюш-то, господи Ну шумный, веселый Будем представляться, как это водится Традиция из традиции Надо, чтобы знали в лицо Бессмысленно Сейчас загорится лапочка, тогда можно А, нет, сейчас нельзя А вот сейчас можно Ага, сейчас нельзя Александр Спиридунов, вокал, гитара, стихи, музыка Всем привет! Друзья! Ну что, так много-то опять Громкий Дальше братцы по одному Ну хотя бы один раз за эфир Можно же подойти будет к микрофону, правда? Гитара Роман Захаров Скажи всем людям здрасте Всем добрый вечер, всем привет Вот, хорошо Роман Шведов-бас, он же Дулик Привет, друзья! Ну и теперь Человек, сидящий за барабанной установкой На своей собственной кухне И свой собственный эфирный микрофон Иван Спиридов Всем привет! Вот это и, собственно, коллектив Let's Go Представляем сегодня их новую работу Новый альбом Ну, в общем, у нас так заведено Коллектив появляется в студии Тогда, когда Ну, который уже бывал В программе «Живые» Тогда, когда выпускают новый какой-то альбом Сингл Либо полноценный альбом Рады, что Рады очень мои Потому что вы не стоите на месте Работаете, двигаетесь вперед Нас это очень греет Греет, потому что, в общем-то, станция и создавалась Для того, чтобы продвигать молодых Ну, и зрелых тоже Но, может быть, недостаточно раскрученных музыкантов Чем мы, собственно, и пытаемся заниматься Особенно хорошо и кайфово, когда это новые какие-то работы Новые песни Есть чем порадовать Ждущую вас аудиторию Вон уже народ сколько всего написал Уже вопросы задают Но об этом чуть позже Как называется альбом? Вот, хочу сказать сразу Сейчас у нас на подходе новый альбом Который еще пишется Несколько вещиц из него уже есть Несколько новых композиций Которые мы сейчас записываем Сегодня мы представим впервые На своем радио Как это прозвучало Только здесь, где еще? Ты сейчас прям как-то у меня Как окатил холодной водой Просто некоторые песни Из этого альбома я поясню Какие-то вещи мы уже играли Какие-то еще не играли Какие-то вообще просто новые Вот Сегодня мы исполним это А новый альбом нет Я думаю, они выйдут Выйдет он, наверное Эти песни выйдут Ну, думаю, к маю должны Ну, если не к маю, то к июнь точно Все от сведения зависит От сведения Ну, когда? Нет, в принципе, пол альбома даже больше готово Это клево Потом еще кое-чем новым поделюсь Как называлась первая вещь? Первая песня называлась «Ати с ума» Но эта песня не новая Она с предыдущей пластинки Но здесь мы не играли Представить-то ее было нужно Нужно Да, я сейчас хочу напомнить Как с нами связываться Если вам удобнее Писать смс-ки То, милости, прошу 4647 Это короткий номер Для ваших смс-сообщений Сначала пишите свои Пробельчик делаете Ну, а дальше уже Все, что хотели бы сказать Это могут быть вопросы Это могут быть просто эмоции Впечатления Знаете, как бывает Люди пишут «Вау!» И все И это понятно Что у человека сейчас просто накрыло И башню снесло В общем, пишите все Что в голову придет Ну, только цензурно Естественно Потому что когда человек пишет нецензурно Но красиво Хочется прочитать все целиком А в эфире нельзя И очень обидно Когда это сообщение мимо Проскакивает Понимаешь, какая беда Да Можно опять-таки Отписываться в ленте В официальном сообществе ВКонтакте Там давно уже выложены анонсы И красивая такая фотография Все в порядке И там же название коллектива Группы «Летс Гоу» Выделено синим Значит, активная ссылка Кликая на которую Вы оказываете У них в сообществе Соответственно Становитесь участниками Частичкой музыкального творчества Этого коллектива Когда вы Там у них Вы получаете всю информацию В первую очередь Ну, о концертах Об альбомах О турах международных Да, вот планируешь Сейчас гастроли у нас по Зимбабве А потом Правильно Гидролтарский пролив планируем Правильно Пролив надо брать Ну, просто директор у нас был Сегодня что-то не пришел Я вызывал сюда И он что-то Я обязательно приду Может, он уже в проливе Мне кажется Нет, мы шутим На самом деле Ну, в общем, да Вступайте в рейс Ну, я надеюсь, все впереди Конечно Все лучшее у нас спереди Так вот Напомнить хочу еще что важно Чаты Чаты для вас работают Один из них на сайте Своего радио Своерадио.фм Там все просто Написано чат Пожалуйста, можете писать и туда Можно видеть все Что в этой студии происходит А для этого на сайте Обнаружите, пожалуйста На сайте Своерадио.фм Обнаружите там сверху Плеер Рядом с логотипом Слева у него онлайн-аудио Это чтобы просто слушать А онлайн-видео Справа с синим кружочком И чтобы смотреть Планета.ру Предоставляет нам Замечательную возможность Видеть все, что в этой студии происходит Там же есть чат Но скажу так Поток Вот онлайн-аудио Аудио поток Он правильный звук дает Тот, который мы и хотели бы Чтобы вы слышали В онлайн-видео У него искаженный звук Чуть-чуть Технически пока у нас Не получается с планетой Решить этот вопрос Зато есть картинка Ну, выбирайте, что Хотите Что вам больше нравится Смотреть или слушать Чего ты стоишь-то? Давай петь будем Только ты Когда будет новая песня Из нового альбома Тем почти Ты это как-то подчеркиваешь Обязательно это сделаю Да, конечно Что-то тихо А вы говорите огромное Что-то не тихо Ладно, отлично Тихо Следующая песенка Как раз будет Из новой пластинки Вот Из новой пластинки И этот альбом Все-таки Как бы я этому не сопротивлялся Опять получается у нас жестким Хочется каких-то душевных Нежных песен Не получается, да? С душой Следующий, третий Он уже тоже частично Начинает писаться Только что Извини, сразу перебил тебя Вот насчет жесткости Ты же понимаешь 12+, радиостанция Все дела Сегодня? Всегда Станция всегда была 12+, изначально Но слово жопа Ладно, бог с ним Оно литературное будет Извините Кстати, да Да, нормально С этим нет проблем Но я так на будущее тебе Чтобы ты так понимал Что где-то тебе Ах, ты даже Придется старые песни Сегодня играть Ладно, я шучу На самом деле Придется вспомнить Все старые У нас все старые Нет Я имею по жесткости По звучанию Ну, хорошо А слова у нас все, конечно Правильные Стихи Сам Александр Сергеевич Бы позавидовал Может быть Он ее завидит В свое время С Михаил Юрьевичем Может быть Он сейчас смотрит И говорит Ах ты, блин Сукин сын, да Ну, понятно Все мои темы украл Ладно Ах ты, Саня Ах ты, сука Кстати, я Одну секундочку Буквально отвлекусь Не так давно Узнал, что Пушкин Ну, мало того, что Он был шкодник И негодяй И матершинник Страшный, да Страшный при этом Но он еще И умудрялся Вкладывать в свои стихи Некие Ну, скажем так Далеко идущие Совершенно непонятные Нам сегодня Сигналы Значит Помнишь, да Слово мгновение Мгновение Тогда писалось Всегда через и А он писал С мягким знаком Как бы в разговорной Да, в разговорной речи И поэтому Все его коллеги Поэты смотрели на него Как-то так Что же это за ерунда Это поэт? Он позволяет себе Такие вещи Понимаешь В стихах А сейчас нам смешно И забавно Господи, какая разница Есть там мягкие Да, какая разница Да, если звук Кончик мягкий Ну и ладно Как называется Следующий Ну и четвертый Но все-таки Песня В окончании Песня называется Галяк И она из новой пластинки Как я Пушкина Вовремя вспомнил Да Песня Галяк Но время все равно Расставил все по своим местам Где Александр Сергеевич И где все остальные Логично Как всегда живой звук Программе живые Здесь сегодня Let's go Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Лишь один простой вопрос Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Я пытаюсь закричать Не могу Ты с тем временем поймешь Кто здесь был неправ А я буду лишь молчать Так же не сказав Что случилось Не понять Ни тебе, ни мне Только боль Скважная боль Слезы в вашей кле Ты не знаешь, почему Все сложилось так Не веришь Не веришь никому Думаешь, горя Их обходится с места Ночь в моих глазах Ты не сможешь Выдержать Не смотри Думаешь, что ты не знаешь Думаешь, ты не знаешь Думаешь, ты не знаешь Мы не знаем, почему Всё сложилось так Не верим никому Думаем, горят Но застверкают небеса Свет в его глазах Мы не сможем выдержать Но полезем туда Ничего, так живенько, задурненько Слушай, а я тебя уже спрашивал, как будет называться альбом или нет? Или ты просто проигнорировал мой вопрос? Мы о нём только сейчас говорили в предыдущем вопросе Название-то какое будет в альбоме? Или пока нет названия? Название два Понял Может кто посоветует, кто сейчас нас слушает? Два названия сейчас сразу объявлю Хорошая тема То есть пока ещё не определились с названием Либо одно, либо другое То есть ты хочешь сказать, чтобы люди сейчас... Но слова есть уже Я понимаю Ты хочешь, чтобы люди, которые слушают эфир сегодня Из этих двух выбрали какое-то одно? Или своё предложение? Нет, хочу, чтобы из этих двух То есть монастырный какой? То есть в принципе ты уже считаешь, что одно из них точно хорошо? Да Окей, тогда этот вопрос так и стоит Как вы думаете, друзья мои? Сейчас вот будет произнесено два названия Саш лично это сделает Произнесёт одно и второе Какое, на ваш взгляд, из этих двух названий наиболее подходит альбому? Сегодня он презентуется здесь, в студии своего радио Итак, первое название Итак, первое название нашей пластинки называется Хотели бы мы назвать, может быть, её «Звёзды» Как-то попсуй попахал сразу Ну ладно, хорошо, пускай звезды А второе Здесь и сейчас А почему и то, и другое Почему и то, и другое на букву «З»? Ты не заметил, нет? Это вот оттуда всё Всё-таки из космоса? Да Окей Просто звезды, у меня есть уже обложки, альбомы Обложек много, уже всё готово А здесь сейчас придётся что-нибудь опять делать, рисовать Вот сейчас зачем ты это сказал? Чтобы стало легче им, что ли? Чтобы они тебе помогали сейчас? Ну на самом деле здесь сейчас как бы, я думаю... Ну окей, хорошо, как вы думаете... Лучше будет Какое из этих двух названий «Звёзды» или «Здесь» и «Сейчас» больше подходит альбому группы Let's Go, который сегодня в некотором смысле презентуется, потому что здесь не все песни, конечно, из этого альбома, часть из них, но тем не менее «Звёзды» или «Здесь» и «Сейчас»? У меня было третье ещё название, перебью Давай Третье Сабаев и Кристина, но потом я всё-таки подумал Посекунтику, ещё раз как? Сабаев и Кристина Потом я подумал, нет Кто такая Кристина? А вот они два сидят там, улыбаются Он мне просто поспонсировал часть альбома Ах, вот там Да, он только из Индии приехал, гад Прогулял пол-альбома, поэтому у нас запись притормозилась А, то есть это твой спонсор здесь сидит? Ну, один из, так скажем А что ж ты тогда, извини, не представляешь Анекдот вспомнил я по этому поводу Хочешь, расскажу на эту тему? Давайте Муж приходит домой Что-то же она какая-то взволнованная И как-то она ему тут же и ужин предлагает И все дела Ну, что же такое происходит? И так, и сяк Заходит в спальню Вроде как всё в порядке Там спонсор Смотрит на шторку А под шторкой голые пальчики торчат Говорит, это что такое? Она говорит, ну, я тебе сейчас всё обид... Подожди, подожди секундочку Это что такое, я тебя спрашиваю? Я сейчас тебе всё обид... Да, это что такое? Она вдруг смотрит на него А как ты думаешь, шуба моя откуда? А сапоги мои новые откуда? А в Сочи мы ездили за какие деньги? Вот я же тебя поэтому и спрашиваю Почему спонсор, твою мать Голыми ногами на холодном полу стоит? Это твой спонсор, а ты его не представил сразу Почему же так? Антон Это Антон Ну, подойди к микрофону Скажи пару фраз Мы любим людей, которые помогают музыкантам Действительно делать своё дело Я на самом деле немного пошутил, но всё равно Всё равно Простые люди в Индию в кризис не ездят Всегда друзьям-музыкантам я помогаю духовно Нет Ага Опа Духовный помощник Так, мы после эфира пообщаемся Но любая духовность перерастает всегда во всё физическое Подождите, Ханченко Откутанное этим Давай, давай, это всё хорошо Но тем не менее, ты какую денежку вложил в альбом? Куда ты пошёл? Я с тобой ещё пока разговариваю Какую-то денежку в альбом вложил, я так понимаю, да? Помог музыкантам Ну, туда-сюда Раньше на тот эфир он меня подвозил на машине Нас сюда, представляете, с аппаратуры В этот раз, нифига, пешком шлёпал Так а зачем он тогда тут сидел? А он в Индию съездил, видать, машину заложил, наверное Который обещал на запись пяти вещиц Которую мы пишем сейчас, Антон В общем, всё у них через... Мы шутим, но всё через спонсерство, как обычно Понятно, значит, Алексей Макаров Вот что пишет Хорошая замена, жук Гитарист кто? Открывай карты Прямо огня добавилось с ним К нам на презентацию придёшь Дулику привет Это наш знакомый, я так понимаю Город-перед, Лёха, Лёха Старый волк Кстати, мы поговорим У нас же на прошлом эфире был другой гитарист Ну да Да, сейчас у нас произошла замена Это просто, я считаю Кстати, играем сегодня всего лишь Второй раз вместе, да? Два раза репетировали Один концерт сыграли у байкеров И вот сегодня Ну не знаю, я всё-таки, моё мнение Это один из лучших гитаристов вообще в России Я таких... Я видел хороших гитаристов У меня есть приятели Но такого плана очень мало Давай, представься, выходи Ну Все великие музыканты-скромняги Ещё раз здравствуйте, Роман Захаров Да Очень приятно Ну говорят, что с твоим появлением в коллективе Как-то всё зажужжало Несколько более плотно Как ты к этому относишься? Ты согласен с этим? Или ты считаешь, что ты играешь так же, как и предыдущий гитарист? Ничем не отличаешься от него Не менее так... Он более талантлив был, чем ты, например Да нет, он просто был... Он просто был предыдущим гитаристом Скромняга, я понимаю А тут уже... Не надо никого все... Да нет, все хорошие гитаристы Просто я говорю, что уровень другой Тоже, братцы, я же тоже играюсь в это всё В любом случае случилось... Семён, а можем мы три секунды? Скажи сам за себя что-нибудь Я имею в виду на гитаре Понял Так на гитаре... Я же заявил, что один из лучших в России Надо же подтвердить Хочешь показать, как он умеет это делать? Все так услышали, да, на секунду Давай Ну, следующая песня Мы пойдём по куру Убедительно Не туда говорил Да, не туда, сейчас говорил Ну, это так, экспром Ну, на самом деле, хороший гитарист Послушай, а он так легко соглашается Всякий раз соглашается Так вот так взять соляку сыграть На концерте, например Или пока еще с концертами... Ну, зарплату я ему плачу Поэтому, когда говорю Он начинает... А, вот как у вас всё поставлено Хорошо, мне интересно было бы... Ну, мы шутим на самом деле Мне интересно было бы послушать соло на басу Сорганизуй, пожалуйста А ему я не плачу уже полгода Но паспорт его у меня, поэтому... Он может вам станцевать что-нибудь Брейкданс Шутим, конечно Он сейчас смотрит на тебя и думает Когда тебе гитары стукнуть? Он просто у стоков группы стоит Как я могу платить деньги? Это неуважение Понятно Let's go здесь Сегодня новый альбом У которого пока нет названия Звёзды Или здесь и сейчас Как вам кажется? Какое из этих названий Больше подходит к музыке Которую делает Let's go здесь и сейчас Там и тут Вот тебе предлагают По-моему, круто Нет, там и тут уже было Там два Там и тут уже есть Непонятно, правда Но они ещё всё там... Нет, я имею в виду, что Там и тут просто песня какая-то знакомая Там и тут Не там и тут А, не там и тут Скорее всего Ну там, да Нет, хороший, кстати Ну, ничего Ну, не наши гумиры Ничего, ничего Значит, здесь и сейчас Заезжено больно Даже Децл его использовал Пишет Павел Парумов Кто это? Хорошо Не Павел Парумов Я имею в виду Децл Ну, в принципе, для тебя Что Павел Парумов Что Децл Как я понимаю В принципе, два малоизвестных тебе человека Счастливый ты Счастливый В этой песне Из-за характерных Гитарных проигрышей Ясно слышу группу Киш, пишет Александр Сазанов Кажется, в прошлый раз Они говорили, что он не классифицирует тебя Как панк Так Не классифицирует Не классифицирует Не классифицируем Нет, слово такое сложное Да, не классифицируем тебя Как панк Что произошло за это время? Почему, собственно говоря Вы опять классификацию поменяли-то? Да нет, мы играем в рок-н-ролл Но вообще-то мы называем себя Нью-Вейвпанк Вот так вот Нью-Вейвпанк рок-н-ролл То есть новая волна То есть Let's Go Нью-Вейвпанк рок-н-ролл Вы первые в этой волне, я так понимаю И последние Я надеюсь 46-47 Это короткий номер Ваш смс К своей пробел А дальше все, что хотели бы сказать Сейчас поиграем Подожди, не торопись Не торопись Я пока читаю Интересные сообщения Вот, например 84PET Так зовется человек Let's Go Замечательные ребята Большие умнички Они мои друзья в жизни Привет им Атолий Мистик Герла Помню, обожаю Люблю, огромные привет Сейчас Особенно Саня и Ванечки Как изящно Барабанчик у нас что-то нежный Нежный стал взглядом Взгляд потеплел Как изящно Тут, кстати, смс-ка есть Я сейчас ее прочитаю Но как минимум вопрос в этой смс-ке Саше и Дулику Вот так, двоим Это от нее, от Ольги? Не знаю Нет, подписано Бобер Но если Ольга Бобер А, Бобер Я тебе скажу, кто это Чье творчество сформировало Ваши музыкальные взгляды и вкусы И почему Это Бобер спрашивает? Да Он или она? Это Максим Исаев Чье творчество сформировало Это вот приятель вот этого товарища Скажи, пожалуйста Он, видимо, не знал об этом Он не знал об этом Наверное, сюрприз Я тоже Давай Творчество нашего коллектива? Или мое? Вопрос, вопрос Секундочку, еще раз читаю вопрос Твое? Чье творчество сформировало Ваши музыкальные взгляды и вкусы? И почему? Да С радостью отвечу Давай Ну, конечно, старая школа хард-рока Deep Purple Black Sabbath Led Zeppelin Так Все? Все что? Ну, там еще есть И почему? Вот мне нравится А как за 15 тысяч на возе купил билеты Из нашего бюджета Мы опять не записали три песни Расскажи Правда В 2014 году был на Black Sabbath Да Цена, конечно Ну, понятно Паспорт пришлось забрать Потом не у него Так И скажи, расскажи И хит-яне не сыграли Что-то у них там с аппаратом Со светом, да, случилось? Ну, да Там скомкали выступления А главное, что меня там Чуть не забрали в милицию Блин, из-за того, что Только что вышел закон О некурении в общественных местах Который я проигнорировал Курил прямо в зале, короче Еле-еле сын меня отмазал Сын отмазал? У него сына, да 15, сколько, 10 лет Ну, тогда ему было 13 Ну, а как сын тебя отмазал-то, прости? Товарищ милиционер Пожалуйста, не забирайте моего папу Не оставляйте сиротой мальчика Да, я так понимаю Не забирайте папу в кутузку Да, типа того Роман, сколько один билет Ты выложил за один билет? Ну, я купил так Чтобы хотя бы слышать В Олимпийском Сколько? По пятнарику? Один билет 15 тысяч Ну, то есть, понятно, фанат Нормально? Пришлось паспорт потом забрать У него все После 2014 года Вообще, я тебя понял Надо ходить на большие мероприятия Где хочется поговорить с детьми Причем не с одним Желательно Все обступили Товарища полицейского За штанину его дергали И кричали Отпустите папу Иначе маму приедем Это же рок-концерт Мама вас, да Порешит тут на части Кстати, надо сказать спасибо Это очень важный момент Звукорежиссеры программы «Живые» Сергей Горев Ваши овации И аплодисменты За тот звук, который вы слышите Это его рук дело Но я всегда добавляю Что как бы Не был прекрасен звукорежиссер Если музыканты играть не умеют Толку никакого А тут все сошлось И с музыкантами все в полном порядке И со звукорежиссером Отлично Я видел вас Некоторые со своими звукорежиссерами Приезжают, да Ну вот это, между прочим Не всегда хорошо И просто говорят Звук хороший Я так смотрел Думаю, где же тут хороший звук Ужас Ну а что Ругать что ли его в эфир Тоже как-то не камильфов Ну да Ну что, приходится как-то Где-то немножко В чем фишка? Не знаю Ну может быть есть, да Вот сейчас ты хорошо сказал Что это ты эти слова произнес в эфире Спасибо тебе большое Что я сказал Ничего, лишнего ничего Ты очень правильные слова сказал Как называется Не надо со своим самоваром ходить В гости Следующая песня Это что будет Песня из нового альбома будет А сейчас как раз Да я хочу Все-таки пора уже А то две сыграли Но вторая была из нового Нет, а сейчас будет Как раз Новая песня Знаешь что Которая пишется Саш, у меня к тебе просьба будет Может быть я не прав Что делаю это сейчас Но Часто бывает Когда Аудитория, слушающая радиостанцию Знает по ротациям песни Но не связывает В своем сознании Песню и группу Так бывает И не только с молодыми Или там не очень раскрученными коллективами Но с очень известными Так тоже происходит Поэтому может быть Что Я продолжу Может быть струну Давай Вот можете Можете сейчас Забабахать эту вещу Ну давайте сделаем Мы хотели все равно сегодня играть Хиты же надо сыграть Все равно Ее знают все и сто процентов Сейчас те, кто пока не понимают Кто вы По этой песне сто процентов Я теперь понимаю Александра Зимбаумка Он приезжает на концерт Говорит Вальс Бастон У него новый альбом Там симфонический оркестр Ну рассказывает Вальс Бастон Он на сцене падает Без сознания Нет, ты меня шучу Его песни все и так знают А вас надо как Немножечко Да нет, я согласен Тем более песня Намного лучше Чем всякие Вальс Бастон Вот это Промолчал бы, конечно Это же рок-н-роу Там тоже хорошо Ну что, готовы? Как всегда, живой звук В программе живые Ну ладно Все, кто забыл, что такое И кто такие группа Let's go Сегодня Сейчас Done Всем тем, кто забыл Кто такие Группа Let's go Или, может быть, запамятовал Сегодня случайно Мы напомним Сейчас вам Друзья Прекрасный дам Одной песней И у вас все встанет На свои места После этих слов Не только у них встанет Встанет вообще Нет уже свои места Давай уже Давай уже Вспоминайте Какие интонации Гениаль Пережал тебя Чего? Шучу Давай уже Песню Забыл песню Готовы все? Забыл песню Я смеялся, плакал, горел Не воспринимал тишину Быть, как все, увы, не хотел Беря лишь в свободу Одну Мне всегда хватало огня Иногда хватало искры Чтоб искать себе от себя И порой сжигать все мосты Но увидев звездное небо Раз одну, вторую кулису Понял, не смогу жить без цены Это не каприз Лопнула струна, нету запасной Я начинаю играть без одной Вечная война, бой самим с тобой Не успокоюсь я более игрой И не важно, что они говорят За спиной друзья и враги Каждый рот повстан мне, как брат А рот глядя солнце в груди Лишь, чтобы спалить звук до предела Нужно их взорвать, это совсем Я всегда мечтал, где бы не был Я всегда играл Лопнула струна, нету запасной Я продолжаю играть без второй Вечная война, бой самим с тобой Не успокоюсь я более игрой Давай, Роман! Лишь, чтобы спалить звук до предела Музыка их взорвать, это сал Я всегда мечтал, где бы не был Я всегда играл Лопнула струна, нету запасной Я продолжаю рубить на одной Вечная война, бой самим с тобой Не успокоюсь я более игрой Я более игрой Я более игрой И что за игра у тебя такая была Которая вызывает такие реакции в конце Александр Ставила пишет Отличная музыка и музыкант веселый Работаю, смеюсь, хорошо никого рядом нет И дурку-то мне не вызовут Ну, действительно, я полагаю, что сейчас Очень многие уже наконец поняли И совместили одно из другого Например, Андрей Машнинов Или Машнинов уже, знаете Не знаю, как ставить ударение Я так и предположил, что это именно она Она же еще на нашем радио вроде звучала Звучала, было такое Пока была такая возможность Чтобы многие какие-то интересные команды Там звучали Так, ой, классные ребята Приятно слушать в эфире Добрый вечер всем своим Пишет Алена Малена, например Да, ура, хит и так Чего? Я могу говорить, когда только горит, да? Удивительная Могу говорить, когда только горит, да? Да, только ты мне дай, значит, что ты хочешь сказать Я тебе нажму А, ну все, я понял Руку подними Спасибо тебе большое Хотя я в школе выглянулась с пятого класса, по-моему Дайте справку, когда выдали Поэтому, когда горит, он не очень Да Ты скажи, что я просто тебя вижу Ты так махни, я тебя включу Просто если я его вдруг, не дай бог, оставлю То вся твоя кухня вот эта барабанная Попрет в микс Ты же понимаешь С ним вопрос, он хотел сегодня поле случаем Прочитать стихотворение Он стихи пишет у нас иногда Сейчас как-то ты поставил, мне кажется, его в неловкое положение Прочитаешь, да? Все нормально попозже Во втором Во втором отделении А, то есть ты готов на это делать, да? Да ладно Хорошо, я буду иметь в виду Let's go здесь сегодня Новые песни из нового будущего альбома Правда, названия у альбома пока нет Звезды или здесь и сейчас? Вот два варианта Я специально закинул, сказали нет Значит, будем думать новое Подождите, еще народ думает Еще народ как-то так определяется Кто-то сказал, что это на что-то похоже Кто-то говорит, давай я назвижу космос Ну и, собственно, все и звезды И здесь и сейчас все складывается одно в одно В общем, решать, в принципе, самим парнем придется Но, тем не менее, вопрос был задан Что вам нравится больше для альбома группы Let's go Здесь и сейчас Либо звезды Какое из этих названий, на ваш взгляд Сложило бы правильное впечатление о той музыке Которая там будет звучать А музыку услышите сегодня Слушай-ка, вот какая интересная штука Сколько альбомов той группы на сегодняшний день? На сегодняшний день один Сейчас будет второй Вот видишь, как интересная группа существует с седьмого года А как так? Чего так мало? Басист предлагает назвать скромный альбом Лестница в небо А, вот хорошее название, правильно Незаезженная Скромная, редкая Незаезженная, да Нас тут украл Причем, знаешь, следуя моде Лучше по-английски сразу называть Вот мода нынче, да Вот давай уже лестница Не, я паспорт ему не отдам все равно Что нам эта лестница Давай по-английски назовем сразу альбом Вот, чтобы совсем ни на кого не было похожим Все Let's go и старое такое Strange days, например Ни на кого не похожи Нет Чего так мало пишетесь? А Да Семен Да Ну зато как пишем Кто бы слышал наш первый пластинк Как мы звучим Ну хорошо Кто сейчас так звучит из молодых Или там старых В русском рок-н-ролле Я думаю единицы Возможно А в принципе даже я думаю Даже единицы нет Половина единиц, наверное Угу То есть вот так круто пишетесь А крутизна в чем? В долговечности? Ну потому что когда у меня Там где писались Парни слушают Говорят Саня, черный обелис так пишется Они считаются у них уровень круто А у вас звучит не хуже Мы заводили и сравнивали миксы Как раз Кстати мы пишем всего Барабанщика группы Маврина Которые у вас недавно здесь были У Димки Завидова Да Мы у него репетируем То есть ты сейчас ему комплимент делаешь? И ему тоже кстати А кому еще? Ну и нашему Который нам сводит Парень Ну не буду его называть Не буду его называть Хорошо Он работает Хорошо В другой музыке немножко Хорошо Шучу Нет на самом деле Ну правда Вот мы пишем Ну вот серьезно Стараемся подойти Потому что я вот например Самый главный Как я вот В принципе я главный Автор Скромный я такой парень Ну так скажем Ну может быть Вот роман добавится Скоро да К нам Ко мне В принципе я пишу музыку И стихи Так скажем И музыку написать легко У меня много мелодий Сейчас очень много новых Можно столько Начинать А слова я пишу медленно Очень медленно Думчиво менять Даже первый альбом записали Я некоторые тексты Уже поменял бы там вообще Ну уже все поздно То есть я так понимаю Что у тебя по принципу Не дня без слова Ты вот так каждый день По слову И будешь Через пару месяцев Когда мне приходят Я бас сел Написал песню Она раз в полгода пришла Вот ехал на автобусе Например написалась И все И долго не могу Вот нормальные слова Найти так скажем А то есть все как-то матом прешь Иван Ты же знаешь Прекрашу Самую главную музыку Правильно да Конечно Я сейчас что-то недопонял Только что Чуть раньше Ты сказал Что Ваня может Почитать свои стихи То есть получается У него это выходит Гораздо быстрее Вот именно что стихи Да А мы как бы Семен Предай ему свои стихи Он их упортит И сделает текст для песни Ну что ты Как маленький А фишка Знаете в чем Нет На самом деле Что все равно Пишется музыка Мелодия Потом пишется стихи На стихи музыку Писать можно Но это очень сложно Сначала мелодия Потом стихи Ну хорошо Долго Но качественно Давай мы придем Школа рок-н-ролла Шучу Нет на самом деле Просто удобнее писать То есть на мелодии Можно любые слова написать Вообще любые Сразу Даже на струну Сейчас могу сразу Эспромтом Слова? Вообще любые Конечно А ты же говоришь Ты подолгу пишешь слова А как подобрать там Оттуда-то Ага Что по голове потом не удали Сказали ты что То есть ты ищешь Ты ждешь вдохновения И то вдохновение Которое приходит Наконец тебя окрыляет И ты готов написать Какую-то интересную Конечно И потом говорят Ребята А что вы там Уже с 2007 года Не существуете А что-то второй альбом И как что-то Умедленно движется Я все-таки думаю Что мы все-таки движемся И песня Если она хорошая Она себе сама дорогу проложит Тут уже мы К ней не имеем Никакого отношения Согласен Она уходит в народ уже Согласен с тобой Либо уходит в другое место Согласен Если не хорошая песня Но это уже Знаешь как Это уже на усмотрение Публики Куда эту песню Собственно определить Но концерты-то Вы даете Часто? Тоже редко Тоже редко Ну как Тоже по принципу Заждались Куда зовут? Ага А когда ближайший? Ближайший был Ближайший 13 марта Куда позвали? Ну мы у байкеров В основном играем Вот тоже Просто Там хорошо что Мы уже как Пытаемся какие-то условия Свои диктарировали Ну говоришь Байкеру? Ну вообще Байкеру Очень сложно Свои условия Да Но Как правило Вот эти парни Нормальные Они всегда выполняют Ну там А как только говорим Например за сколько мы играем Сразу все Пишут много А потом Ребят Ну вот столько Это будет стоить Что дорогая группа что ли? Да нет Наоборот дешевая Ну а может поэтому Они смущаются Скажи выше цену Согласятся Ты знаешь как у нас Девочки заходят в магазин Смотрят вроде Юбочка ничего Стоит дешево Не возьму какая-то дешевка Смотрят другая Такая же точно Немножко другую там Фасончик Но стоит Строить дороже Вау Говорит она Бренд А шьют-то на одной фабрике У дяди Зюзи Я знаю точно Эту фабрику Так же как разливают Напитки Абсолютно Из одной бочки совершенно Там три звезды Там пять Цена разная А бочка-то одна Может быть Стоит цену Немножко загнать И глядишь Так и реагировать Будет по-другому Нет, Семен Мы на самом деле Сейчас все равно Мы сами с вами занимаемся Конечно Мы неизвестная группа Не как многие группы Которые успели Влезть в этот поезд Мы сейчас другое поколение Поэтому мы сами все делаем И пиарим И свои альбомы Сами записываем Сами вкладываем Вот И Ну есть фестивали Вот Да, Роман И мы надеемся Мы скоро на хороших поиграем А, кстати 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 Ну, что это было Кстати сейчас Кстати А мы вот играли Прошлым летом Или нельзя это говорить Почему нельзя Ну, на шествии поиграли На малой сцене Наши 2-0 Вот нас пригласили Так И как сыграли? Сыграли как обычно Отлично Ну, а народ-то как реагировал-то? Народ вообще офигенный Я там продал Знаете, сколько своих дисков Сам лично продал диски И омоновцам расписывался Вот так вот Вот Дело не в этом Что Правда, пригласили Но перед нами группы Какие-то тверские играли Я просто скажу Кто-то шесть После Тверского блока Кто-то шесть песен Кто-то там четыре Кто-то три Тверского блока, понял Да, Тверского И, короче, это Что самое интересное Там Игорь был Ведущий Я говорю А мы можем Четыре песни сыграть? Ну, не три Три все Три или там четыре песни Или пять побольше Да, ты на меня посмотри Когда вы сыграете Заключитель третью песню На меня посмотрю На закулись стоит И я тебе махну Либо нет По времени Типа у него А у нас песни короткие Три минуты Я играл В зал Взял А, у нас видео же есть Смотрю на него Говорит нет И чего? И три песни закончились? Я так понял По его глазам На большую сцену Но не получилось В этот раз А, то есть ты намекал Намекал Нет, он на большую сцену Нет, ну Я не понимаю Какие там критерии У них играть С нами играл, например В наш день Родион Газманов Рок-фестиваль А что тебя смущает-то? Не знаю Ты не забывай Что это коммерческий фестиваль На коммерческой радиостанции На наш сцене На наш 2.0 тоже Подожди секундочку Ты опять меня не услышал Это коммерческая радиостанция С коммерческим фестивалем Что такое Для коммерческого фестиваля По-твоему Главным является? Сейчас жест был правильный Не вот этот А вот этот Анна показывает Лавыш А что ты тогда хочешь Я не понимаю Что ты задаешь С такими странными Я хочу, чтобы люди Слушали хорошую музыку Давай пой тогда Вот и будет хорошая музыка Поехали Как называется? Как раз об этом Наверное Как раз сейчас Хочу сделать презентацию Нашей новой песни Нового альбома Никто не слышал Никто не слышал Кто-то может быть слышал Давным-давно Лет 10 назад Но опять же наброски Новая песня Нет А новая песня Я же говорю Как я пишу, Семен Это же Понятно Где-нибудь я во дворе Во дворе гордо Пересвет пьяный В 17 лет ее кричал Написал в 16 Ну слова естественно Уже поменялись Вообще другие стали Но мелодия осталась И сейчас Она прозвучит Как называется песня? Человек Как всегда Живой звук В программе Живые здесь сегодня Let's go Вот такие дела Медленно брел в никуда Одинокий навек Человек Долго Коротко Может быть день Может три Может быть год Может пять Не будем считать Он слишком странный Чтоб жить Редкий, чтоб умереть Честный, чтобы украсть Гордый, чтобы пропасть Время по звездам читал Но он Ганиел мало спал Жил своей мечтой Жил своей мечтой Панк, но герой Но ведь давно так решил Он ни о чем не просил Просто по жизни шагал И песни писал Слишком странный, чтоб жить Редкий, чтоб умереть Честный, чтобы украсть Гордый, чтобы пропасть Что же случилось потом Спросите вы, где же он Как закончил свой путь Ведь я не герой Ты не стопил Мой ответ Этот простой человек Может быть рядом Спецчасть С каждым из вас Он слишком странный, чтоб жить Редкий, чтоб умереть Честный, чтобы украсть Гордый, чтобы пропасть Честный, чтобы украсть Гордый, чтобы пропасть То есть 10 лет назад была написана эта песня Ну, я имею в виду мелодия, я так понимаю Побольше? Больше уже Ну, это заметно, мелодика так себе Шучу В смысле, напрягся Где мой пистолет? Красивая вещь Это будет из нового альбома, я так понимаю Как раз она входит в этот новый альбом Название, которое пока нет Здесь и сейчас, и звезды Так, да, два варианта Народ пока думает, какой из этих вариантов ближе К песням, которые будут на этом альбоме Let's go, добро пожаловать ко мне в плейлист Пишет Михаил Сергеев Ну, смотри-ка Спасибо, Михаил Название альбома «Плавать в космосе», Катя Афанасьева Я так вспоминаю Да мы так все плаваем Я вспоминаю Когда закончится плавание Моряков, которые терпеть не могут слово «плавать» Никогда, конечно Да, потому что, конечно, плавает другое Да, мы ходим Да, лучше, да, лучше в космосе Пойдем в космос, кстати Парить, я не знаю, летать, ну, никак не плавать По мне так плавает там мусор Ходить в космосе, да, ходить в космосе Ходить Ходят в космосе люди по-разному По большому А не сходить нам в космос Люди ходят в космос, а потом она летает Так, что-то у нас тема сегодня Не туда нас Да, Семен, давайте Не туда нас повело Что-нибудь о серьезном Не туда, давай о серьезном Давай о серьезном Ты сказал, что песни драйвовые И стихи, а не стихи позже Песни драйвовые А лирика, ну, скажем, такая любовная лирика Она же у тебя тоже присутствует Имеет место быть Ну, какой скорчил минуту Можно я вон руку поднял Можно микрофон включенным будет А перед песней сюда вот выключать Хорошо А то иногда я хочу, мысль приходит А микрофон выключен Я уже забываю Микрофон к себе Паспорт придет, наверное, у него тоже забирайте После эфира Тяни его к себе Так тебе будет проще Потому что я всякий раз Да, вот У меня тогда Молодец Бэки будешь песни Смотри, как хорошо Да, можно и Не, нельзя в него, нельзя бэки У нас народ очень такой Требовательный иногда бывает И безумно любят барабанные слова Не, не, мы сегодня так Чего так? Нормально Нормально Соло гитарное было А что значит У тебя то есть соло ненормальное получается Я так понимаю Да нет, зачем Песен достаточно Ну минутки полторы-две Ты мог бы, наверное Да нет, я не готовился Понятно Понятно Все ясно В общем уговаривать этого человека По-моему бессмысленно Бесполезно Ну пообщайтесь Пообщайтесь Может ломается Ну сейчас играет тогда соло И все, придется всем барабанчиком Заканчивать вообще свою карьеру Ладно, все, давай продолжать Ты что хотел сказать-то Про любовную лирику А я послушаю, что ты ответишь А потом посмотрю Правильно это или нет Семен, можно вопрос еще разочек, пожалуйста Еще раз вопрос В студию, да Зантаки тут задумали Александр Иван Друзь сейчас Друзьев сейчас ответит Подожди, подожди, не спеши Песни драйвовые Песни замечательные Сейчас тебе микрофон Подожди секундочку Значит, песни хорошие Песни замечательные Песни драйвовые Альбом получается роскошный совершенно Но очень часто бывает Когда у групп Которые играют драйвовую музыку Такие классные медляки выходят Что просто спасу нет Вот я тебя и спрашиваю Есть ли у тебя что-нибудь такое лиричное Ну как говорят Сопливое что ли Медленное Белый танец А мы сколько вещей сейчас играли Четыре или пять Какая тебе разница Я тебя спрашиваю про песню Мы подготовили сегодня кое-чего А, то есть есть, да? Конечно Все, ну ты же дал уже ответ на мой вопрос Мы можем сейчас ее сыграть Чему я ее Я предысторию расскажу Вы знаете Чему я ее вел На прошлом эфире я же рассказывал Что я в принципе Как бы так являюсь еще актером И даже может быть иногда профессиональным Поскольку у меня есть диплом И работаю Это еще не о чем И еще работаю В Москве Работаю в московском театре Который называется Сопричастность А это театр В принципе Классика Так Это малый театр Только маленький И вот представляете Маленький-малый театр Нет Ну он маленький, камерный На сто мест, да? Кого играешь? Извини, кого играешь? Играю Чтобы я понимал Мне как режиссеру интересно уже Всех Нет, так не бывает Я говорил вам Кота-маркиза Кота играю Играю Твоё Епиходова В Вишнём саду Вот вошки Играю Алёшку На гармоне Пришлось научиться играть Для спектакля На дне Горького Алёшку Забегаю там Так там роль-то такая Она маленькая Но я когда убегаю Всё, все плачут После ко мне Потом приходят Все плачут, потому что Играешь ты плохо Зрители плачут От того, как я хорошо играю Семён И грубо говоря Не грубо К чему веду-то? В этом году Мы сделали Новогоднюю сказку У нас опять делают Сказочку В театре, да? Новогоднюю для детей Классную взяли сказку И представляете Предложили мне Узнали, что я музыкант Узнали через Через 20 лет Через 48 лет работы И мы в этом театре Наконец-то Всё пластика Конечно, грим Наложили в театре Три часа накладывали сегодня Вот Для эфира сегодняшнего Как видно там Хорошо выглядит Хорошая пластика Вот И Предложили мне Написать музыку К этому детскому спектаклю Спектакль называется Волшебная ночь Или когда оживают игрушки Я посопротивлялся Для начала Вот Но потом сказал Ну ладно Посмотрим Что Чем можно вам помочь Так И в итоге написал Четыре песни Музыку К спектаклю Вот И в итоге Сегодня я хочу Показать вам Одну вещицу Может быть Мы дальше Разовьём Дальше Мои потуги Александр Ты сейчас будешь Эту Да И мы сейчас Её наверное Сыграем Семён Да Можно её сыграть Она карапулька такая Но Карапулька совсем Карапулька Да на минуту Наверное Но она Полноценная песня Но мы там ставим Карапульку Будет красиво Да ты шестую Ну давай Ну сейчас Да Попробуем Давай попробуем Как называется Песня называется Игрушки Давай попробуем Летс го Из детского спектакля Из детского спектакля Про любовь Детский спектакль Про любовь Это как детский театр Про любовь К жизни Это как детский театр Эрос прозвучало сейчас Детский спектакль Песня про любовь Игрушки На минуту Хорошо Детские песни Детские песни Про любовь Если детей приучают С детства Извините Что у игрушек Любовь одна минута Ты меня конечно прости Но ты не тот путь Детям даёшь В жизни Надо немножко Я просто вошёл В образ сейчас Давай уже выходи Я делаю такое Так детские песни Про любовь Отгропил Летс го Погиб Окей Раньше были мы хорошие и весёлые И дружные А теперь вот позаброшенные Позабытые Ненужные Раньше были мы пушистики А теперь вот пылесборники Неужели нас на мусорку По утру утащат горники Три-четыре В нас играли Нас любили А теперь совсем забыли Почему же Почему Не нужны мы никому Всё когда-нибудь Кончается Вот и стали Мы бездомные Что же это Получается Нас прогнали Ночью Тёмною Раз Два Три Четыре Летс го Мне зря, конечно, я сейчас это сделал, просто я, послушав эту песню, вдруг подумал, что 9 лет ты занимался вообще не тем. Потому что вот то, что сейчас я услышал, это совершенно роскошно. Мне еще гонорар в театре заплатили, тут недавно пришел. Я понимаю, за что. Если бы вы увидели, то все. Я понял парами. Я понимаю, за что. В общем-то, не тем делом, возможно, занимался все эти годы. Замечательно, совершенно потрясающая детская песенка. И, кстати, сказать, она... Там еще лучше, на самом деле. Еще лучше есть? А есть еще такая коротулечка? Не помнишь текста, я понял. Нет, надо играть с группой уже. Там уже такая... А сейчас ты с кем играл? А сейчас мы играли с гитаристом. А! Ну, как все. У вас как-то все очень завуалировано. Хороший у вас ведущий. Да, да. Не боролся. Завуалировано все. Ну, я так понимаю, что, в принципе, ты... Я шучу. Да это я знаю, что шутишь. Попробуй только. На самом деле, Семен, опять же, смотрите, мы возвращаемся, что дети, оказывается, маленькие. Вот у меня вот Анна, вот она преподает в музыкальной школе, да, фортепиано. Они на рок-музыку хорошую реагируют намного быстрее, чем на какие-то хрем-помешечего размытости и прочее. Что все преобладает в нашей стране сейчас. В музыке. Ну, в музыке преобладает, на самом деле, много всякого, знаешь, как... Много всякого нехорошего. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы это нехорошее. И поэтому мы сыграли сейчас. Лучше как-то все-таки, чтобы слушали хорошую музыку. Нам надо приживаться. Времечко поджимает. Сейчас, да? Да, поджимает. Уйдем мы на паузу. Я, может быть, сообщу тем, кто не очень в курсе, как все происходит. Минуточек пять мы подышим немножко. Перерывчик, он все-таки нужен. И сейчас вы послушаете замечательную программу «Шабанутости». Это такая коротенькая межпрограммка от Сэр Шабанова. Ну, а дальше вернемся в студию еще целый час. У нас с вами будет огромное количество времени. Хотя пролетает оно, зараза, конечно, очень быстро. Итак, двинемся дальше. Напомню, здесь сегодня лет сго. И как мне, я бы сказал, не однозначно намекнул Александр Спиридонов. Дискать, что-то мы маловато спели в первом часе. Надо бы побольше. В общем, меньше тренди. Мы с тобой давай про театры, про все вот эти вот дела. Около театра... Барабанщик все время занял своими стихами. Я понимаю, да. Я понимаю. Давай будем петь. Что это будет в самом начале часа? Новая песня с нового альбома. Но она уже записана. И где-то мы когда-то ее уже играли. Но здесь никогда вообще. И она, в принципе, песенка новая. Мы очень редко играем. Она технически такая не очень простая. Так скажем. Ну, Искреп. Семен, выключишь? Конечно, выключу. Сколько угодно. Могу и не включать, в принципе. Это опять говорил сейчас наш барабанчик. Я говорю, что песни Искры. Новая. Как всегда, живой звук в программе. Живой Лицго. Погнали. Повеселее. Да? Дождь, стучит в окно, который день, который год. Молча у окна, она грустит и просто ждет. Та дождя дотронутся руками и ростливой капли по душе. Той, чтоб без любви грустить ночами. И это там, в далекой стороне. Лет's go! Все прегрешено. И час мечты, и сердцу стук. Дай же мне глоток своей любви, мой нежный друг. Дать себя дотронуться глазами и разлыбать кисту в темноте. Может, заменяются места. Немай, мыслей глупый колобед. Дать себя дотронуться глазами и разлыбать кисту в темноте. Может, поменялись бы места. Мои мысли в глупой колобед. Дать себя дотронуться глазами и разлыбать кисту в темноте. Дать себя дотронуться глазами и разлыбать кисту в темноте. Искры в темноте Искры в темноте Нет, ну много, тут песни чуть о другом А любви кстати Это? А, искры в темноте, да Девушка сидит, ждет у окна И заходит, добрый молодец Бах, и в челюсть Искры в темноте Ну вот, открывает она глаза после этого Где я? Кто это? Как тебя зовут, дорогой мой? На самом деле, я сейчас утрюю не об этом, конечно, песне, но Но близко Maybe, maybe, yes Let's go здесь Сегодня, напомню, 46-47 Это короткий номер для ваших смс-ок Сначала свои, пробельчик, а дальше уже Все, что хотели бы сказать Тут народ, судя по всему, твою летопись пишет Александр, с кем из российских и западных музыкантов Вы бы спели в дуэте? И кто ваш любимый актер? Отвечаю Из западных музыкантов я бы спел Только с одним С Джимом Моррисоном Это мой любимый музыкант Вот Ну, из ушедших А из наших? У меня есть пару на примете Но я все-таки бы спел бы с Соем Ты сейчас отвечаешь Только об ушедших Потому что они тебе не ответят Они мои любимые музыканты Нет, я думаю, они так смотрят И ждут Когда же ты к нам, чувак, придешь? Но они подождут, а я никуда не тороплюсь, на самом деле В общем, мы правильно делаем Лет через сто Александр, а как насчет Бона? Ты же его двойник Ну, если он позовет И выкупит твой паспорт Вот видишь То я подумаю Вот видишь как На самом деле, я говорю об ушедших А из наших, ну, конечно же Кто Кто позовет Со всеми, кто позовет И отдаст паспорт, наконец-то Конечно Но только из рок-музыкантов Ни поп Ни поп и ни шансон С Розенбаумом я не буду петь А кто их стоп? Актер-то Кто твой любимый? И актер мой любимый Вообще, я как актер, да Опять же Старая плеяда, Семен Ну, вы же Старая Спасибо тебе большое Евстигнеев И все прочие Старая плеяда И на меня посмотрели Да, Андрей Миронов Я не знаю Молодец В наше время сейчас И вообще, ну, я сейчас смотрю В основном западные фильмы Выжившие не посмотрели еще С декабря? Нет, еще пока Шикарно Я считаю, заслуженно получил Оскар Надо было все получать Оскары У нас такого кино К сожалению, сейчас не снимают Вот А мне знаешь, что понравилось из наших? Кто? Сейчас Роман Мадянов, знаешь, такого? А, Ивану нравится Роман Мадянов Замечательный актер Я вот посмотрел Очень сильно Ну, да Сегодня спать поедешь к басисту Замечательный актер Нет, на самом деле Мой любимый актер, наверное Я не знаю, из наших Да вообще, в принципе, любимый актер Давай не будем Пиломать голову В принципе, есть такой актер Джонни Депп у меня Ну, вот на самом деле К Ди Каприо у меня нет ни одного вопроса Вообще Да? И сколько я учился в институтах Хорошие актеры, даже режиссеры Говорили, что ни одного вопроса По всей его карьере А вот тут вопрос, да У меня как раз наоборот Из наших не назову никого Из наших я знаю только одного Себя ты должен Александр Владимирович Российский актер театра и кино Что касается Можно я скажу еще? Нет, подожди Что касается Ди Каприо Я не могу договорить никак Yes Что касается Ди Каприо У меня к нему вопросы Отпали некоторое время тому назад А вот учитывая тот период жизни Который он провел В таком пубертатно-актерском состоянии Ничего кроме фактуры Я там не наблюдал Как у Харатьяна, например Вообще актерского ничего Только мордашка хорошая Причем он это знает Я ему об этом в лицо говорю Он сильный психологический актер Как он подходит к королям Ко всем Семен Ди Каприо Ди Каприо? Серьезно? Ну, видишь как Вот я не заметил этого А в последние годы Ну, скажем Остров, например У меня действительно фильм По-хорошему Так это секундочку Он уже повзрослем Остров Проклятый Он уже таким Нет, другой остров Пляж, пляж Или Остров Проклятый А, Пляж, Пляж я имел в виду Пляж А еще Остров Проклятый Там много фильмов Пляж, да Я еще скажу одно Можно российским начинающим актерам Давай А все равно наша школа Она великая Но опять же в прошлом Сейчас люди занимаются Половиной актеров И актрис Писем поют Я знаю, да Кинематографов нет Они занимаются не своим делом На мой взгляд Посмотрите Это встаноговские спектакли В частности Мещане И все сразу встанет На свои места Ты хотел 7 песен спеть В этом честь Да А что ты разговариваешь тогда Как называется Следующая песня Следующая песня Называется Хорошее название Не хочется петь Сейчас новую Опять за новую Да Ну смотри сам Мы премьеру Хотим просто чуть попозже Можно хитярочку Такую известную Еще замутить Ну давай Сделаем хитяру А потом уже новую Давай А не надо название Я думаю угадают А хитяру угадают Давай Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня let's go Погнали Я начну Вань Я начну Это панк рот Не спи Не уходи 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 Это панк-рок Смотри, ты же хотел огня Это панк-рок Не спи, не уходи в себя Просто панк-рок Давай, где же твоя рука Это панк-рок Бодрись, мы поем для тебя Это панк-рок Смотри, ты же хотел огня Это панк-рок Не спи, не уходи в себя Просто панк-рок Давай, где же твоя рука Это панк-рок Бодрись, мы поем для тебя Теперь Народ предлагает название Ну, то есть из двух вариантов Я еще раз напомню Сегодня речь идет о том, что Let's Go готовит свой второй Номерной альбом Это большое событие И решают они для себя До сих пор, как назвать этот альбом То ли звезды То ли здесь и сейчас Вот Владимир Дроздов Написал замечательное На мой взгляд послание Он пишет вот что Название альбома Звезды Нормальный вариант Но, чтобы абстрагироваться От ассоциаций с попсней Можно название перевести На какой-нибудь иной язык Например, по-испански Эстрелус Или на латыни Астра И дальше Фраза Все-таки, как говорили великие Lingua latin non penes Canes est Ну, это, в общем, звучит Если на русский язык То латинский язык Вам не член собачий Астрас хорошая Понравился Вот, астрас Это какой язык? Астра просто Это латынь Астра Сигареты такие были Сигареты такие были Я вот сам стырил, помню Маленький был в школе Он мне потом ухи выкручивал Да, да, да Астрас хорошая Астрас Я вообще маленький был Астрас Курить уже умел Это, понимаешь, какая Куришь и сплевываешь У меня, знаете, какая запись В дневнике сохранилась? Да С какого класса, не помню Курил на уроке Ехал на лыжах и курил Хо, физруб Меня потом на физкультуру не пускали А я думаю Ай, какие все-то спортсмены А я сейчас Молодец Ну что, молодец Все успевал Наш пострел везде Поспел Вот Астра На латыни хорошее, мне кажется, название Астра хорошее Само по себе, да Были такие сигареты Прима Помнишь? Тоже без фильтра Куришь и сплевываешь Так вот, я в свое время Как-то увидел Вдруг неожиданно для себя Что называются Они на самом деле Девяносчетвертая зима А не Прима вовсе Ты название пачки Посмотри там внимательно Там действительно сигареты Для тех людей Которые в Сибири Много времени Прожили Реально И дымок были такие А мы всегда с друзьями Покали в первом классе Я помню в первом классе Слушай, а о чем мы сейчас С тобой заговорили? Стюардесса Дома, понимаешь, про то, что плавает То, что вообще в принципе Нельзя делать А можно историю расскажу из жизни? Иван, расскажи А пять? Куда ты меня втягиваешь? А Ивану было лет пять И он уже там закурил А ты уже на лыжи Как настоящий рокер Барабанщик Нет, он закурил четыре И мама подходит Покупали ему сигареты на рынке Подходит к чуваку Лотки с сигаретами И он говорит Какие ты будешь? Ваня говорит Может вот эти мамкам Показывать там На Приму или на Астру? Ваня показывает С Примой Вот эти вот Столичные Продавец, молодой парень Лет 28 Стоит такой Говорит А вы кому покупаете? Кому? Она говорит Ему, конечно На самом деле Было такое? Нет, конечно Ты врешь на самом деле Как ты? Это же был такое Какую-то фигню Он пьесу пишет Ну с дедом чуть-чуть покуривал А дед ему покупал Что значит Мать купит четырех литров Дед, значит, покупал Дед покупал? Ты чуть неправильно говоришь Вань, ну дед покупал? Ну с дедом чуть-чуть беломор Сползли с темы А то мы сейчас с вами И про бухло начнем Хотя летс гоу действительно Мы не пьем Мы уже уходим Из большого спорта Слава богу Надо пить Надо пить Иначе не успеем Поехали Но теперь новую как раз вещицу Абсолютно, наверное Сейчас поем опять Новая песня От летс гоу На разрыв Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня летс гоу Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Пожмя упал в лужу Кому еще нужен И загустил снегом Почувствовал небу Я Я люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для тех Кто пока еще жив Люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для них Вчера ей дал слово Уйти из рок-н-ролла Но не держал Страсти Просрал свое Счастье Я Я Люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для тех Кто пока еще жив Люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для них Я Люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для тех Эта песня для тех Люблю только тех Кто живет на разрыв Эта песня для тех Кто живет на разрыв Эта песня для тех Кто пока еще жив Пока еще жив Пока еще жив Пока еще жив А скажи мне, друг любезный, а есть ли эта песня в записи? Или пока еще не тот микрофон? Не тот, да-да-да. Пишется. А когда она будет записана? Будет. Я думаю, Семен... А когда ваша песня будет в премьерах? Будет, сказал Чайка. И потом, что? Сегодня у нас март. Я думаю, Семен, все-таки, блин, ну к маю должна быть. Вы хотите... А раньше? Вы хотите в премьерах? А раньше? Сделаю и специально одну запишу. Вот ее одну запиши. Сколько надо? Срочно. Через две недели нужна. Сколько вешать в грамот? Просто сводить ее. Ну попробуем. Обещаю. В субботу я буду просто писать. Я думаю, мы за полдня управимся. Ее свести на дром, а у меня сводитель берет сразу блоком. С водителем? С водителем. Ты ему купи блок прим, и он тебе быстро это сделает, раз он блоком это все. Я почему спрашиваю? Ну песенка замечательная. Хорошая песня. Я бы ее в премьерке взял. Вот с удовольствием бы взял. Причем в ближайшие. А в ближайшие премьеры у нас получается... А нет, ну вы не попадаете уже. Ну где-нибудь там в середине, наверное, апреля. Отлично. Ну чуть-чуть раньше. Давай, а? Давайте попробуем. Запиши ее, пожалуйста. Конечно. А потом все остальные. А потом дальше уже твое дело. Ладно. Вот эту запиши. Семен, еще можно сейчас анонс сделаю? Конечно. Мы сейчас, только на момент, снимаем новый клип. Ух ты. На какую песню? На песню, известную всем уже, она в ротации нашего радио давно крутится. Не знаю. Своего. Я тоже не знаю. Заговорился. В ротации русского радио... Европа плен, блин, где она крутится-то? Где она крутится? Да, конечно, свое радио. Извините меня, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Вот. Песня без тебя. Ну да, понятно. Сейчас снимаем клип. Клип будет просто пипец. А кто снимает? Ну, я снимаю со своими друзьями. Ну, то есть, ну, профессиональные люди или так, на коленочке? Будет сниматься профессиональная актриса. Меня уже отсняли, меня уже отсняли. И остается только ее отснять и смонтировать. Ну, я думаю, опять же, к лету, к маю, наверное. Ну, вот это уже второе. И опять же, я вас хотел бы не куда-нибудь выкладывать, только у вас. Будет премьерочка на сайте за премьерином. Будет очень серьезный клип такой. Серьезный. С радостью, с радостью. Здесь даже вопросов нет. А ты не забудь, что обещал эту песенку вот свести, да? Все, мы сделаем. Молодец. А можно я скажу спасибо некоторым ребятам? Скажи, конечно. Вот я хочу сказать спасибо всем, кто здесь. Вот ребята пришли. Молодцы. Кстати, кто эти ребята? Давай, представь. Иван имел в итоге тех, кто нас поддерживает сегодня здесь в студии. Ну, сегодня в студии, да. На самом деле, я хотел, допустим, Антон. Да, вот в синей кофточке. Допустим, я вообще не ожидал, что он придет. Да, я тоже, кстати. Он как бы спортивный, профессиональный футболист. Саня, подожди. Можно сказать, да? Профессиональный футболист. И брат у него два. Где играешь? Иди. Вот сюда, Антон. Просто молодцы, что пришли. Я на самом деле не ожидал. Думал, спорт на первом месте. Оказывается, нет. Где играешь? Всем привет. Привет. Во второй лиге играю в Домодедово команду. Домодедово. Да, ну я школу ЦСКА окончил. Поэтому я сейчас связываю свои... Скажи мне, ты веришь в российский футбол? Вот честно только. Верю в себя, но не в футбол. Объясни тогда, раз такая масса сейчас есть. У меня с профессионалом поговорят. Пошла. Скажи, пожалуйста, почему? Я наблюдаю за этим уже давно. Я сейчас послеживаю внимательно. Это уже бессмысленно. За Краснодаром, который из нуля, из ничего появился. Мне интересно, как развивается сама по себе структура футбольная, когда ничего не было под ней, никаких прошлых историй. Вот сейчас они в этом сезоне что-то просили, да? Ну и какие другие моменты мне тоже интересуют, когда приходит хороший игрок, которого покупают на Западе, в Европе. Классный. Через полгода он играет так же точно, как и все остальные русские богатыри. Что происходит с этими людьми? Почему они перестают играть? Деньги, деньги. Я сам знаю. Нет, это такой тяжелый вопрос, потому что... Когда уровень низкий, то и высокий игрок, да, по качеству своему, то он сравнивается уже с... То есть он не к себе подтягивает, а сам падает? Да, потому что, как говорится, не золотая середина как-то становится средним игроком по уровню. Вот это удивительный парадокс, конечно. И тренеры тоже так же точно, я так понимаю, да? Приходит хороший тренер. У нас система. Так, я тут на радио так говорю. Ну ничего. А система у нас везде, Антон. Везде. Система у нас, конечно, плачевная. И уже во всем нашем спорте. В общем, хорошо, что ты это понимаешь, слава богу. Да, но любовь к футболу, она превыше всего. Парень, талантлив, правда. Спасибо тебе большое. Поэтому приходится играть. Спасибо. Спасибо за честность. Нет, ну а мы сейчас отвлекаемся, он же пить хочет. Спасибо тебе за честность. Я буквально два слова скажу. У меня есть одноклассник, ну бывший, понятное дело, одноклассник. Так вот он тренер. Он чемпион, там, теперь чемпион, мастер-перемастер по дзюдо. И в то же время тренировал боксеров. Вот как-то к нему привели мальчика, интересного армянина мальчика. И он сказал, классный пацан вообще, все, надо как-то продвигать его дальше. Ну и пришли эти люди к тренерам сборной России по боксу. И там ему сказали, хороший мальчик, перспективный, 5 тысяч долларов, и он в сборной. Мальчик теперь боксирует за сборную Армении, потом ушел в профессионалы. Не помню его фамилию, лупит всех, кого только можно. А мог бы за сборную России это делать. Вот система, о которой ты сказал. И система везде. Это не новость. Так что ты когда говоришь о системе на радио, я об этом говорю все время. Пускай меня закроют за это. Но это система. Это система, к сожалению. Система везде, Семен. Пить давай. Но мы-то верим, что если есть мечта, то есть есть мысль. Она материальна. Он правильно сказал. Все пробьются. И Антон будет играть в сборную России, заберет голы и побеждать будет. Приходится играть. Приходится петь. У нас осталось три вещицы, да? Сейчас мы опять же... Как три вещицы? Ты просил побольше писать. Окей. Сейчас мы немножко погремели. И сейчас сыграем такую старую вещь. Но она опять же будет в новом альбоме. Мы ее здесь играли, но сейчас она, мне кажется, звучит по-другому. Как называется-то? Помните, тогда мы говорили, девчонки, присаживайтесь. Ну? Песня нежная называется «Возвращаюсь домой». Девчонки присели, нет? Подпрыгивать будем? Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Let's go здесь сегодня. Поехали. Песня нежная называется «Возвращаюсь домой». Ответ на сложный вопрос Что лучше смерть или пост Свобода или тюрьма Твой выбор или судьба Когда нет нерва уснуть И так тирнист этот путь И просто сводит с ума В разбитом сердце весна Я возвращаюсь домой Лежит туман над рекой Сверкает небо грозой Бесконечности Я возвращаюсь домой И только ветер со мной Ведет беседу порой Сверкает небо грозой Она та, что со мной не всегда Когда закрою глаза Моя родная звезда Верни мне веру в любовь Опять зажги мою кровь Не дай погибнуть в тоске Искать сопренье в вине Я возвращаюсь домой Я возвращаюсь домой Лежит туман над рекой Сверкает небо грозой Бесконечности Я возвращаюсь домой И только ветер со мной Идет беседу порой Идет беседу порой Идет беседу порой Идет беседу порой Я возвращаюсь домой Лежит туман над рекой Лежит туман над рекой Сверкает небо грозой Бесконечности Я возвращаюсь домой И только ветер со мной Идет беседу порой Возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Дамой 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 Ну, мужик сказал, мужик сделал. Ты обещал, что сегодня будет что-то такое медленное, красивое. Ты сделал. Я сейчас секундочку отвлекусь. На секундочку буквально. Вот начали мы делать ремонт в новой студии. Туда, куда мы будем вынуждены, вынуждены, подчеркиваю. Хотя это уже так, когда говорят вынужден, не вынужден, но там получше, чем здесь, побольше просторнее. Правда здесь лучше, чем здесь, да? Просторнее. Там гораздо больше места. А был выбор, остались бы здесь или нет? Подожди, я сейчас начал разговаривать. Ты опять хочешь на одну песню меньше спеть? Был бы выбор, конечно, бы не суетились, это деньги. И деньги, время, силы, нервы. Я не сплю, не живу практически, ничем другим не занимаюсь. Юля тоже. И мы, честно говоря, сильно устали уже. Но, тем не менее, это нужно сделать. Так вот, мы публикуем все отчеты о потраченных деньгах, которые собирались. Спасибо, говорю всем совершенно искренне. И о том, что мы там делаем. Вот, например, мы размещаем фотографию того, как мы в прихожей все это делаем. Мы все смотрим, видишь. Спасибо тебе большое. Я сейчас договорю. Мы, как мы в прихожей, наконец, установили там гипсокартон, наклеили на все это дело стекловолокно. И вдруг появляется человек, который пишет, прежде чем клеить стекловолокно, нужно было отштукатурить всю стенку. Иначе, когда вы потом покрасите все это краской, вы обнаружите массу недочетов. Я пишу, у нас больше года такая стенка в студии стоит, и недочетов на ней незаметно. Спасибо за рекомендации. Очень люблю советчиков. Очень люблю. Особенно, когда человек издалека... То есть, мне было интересно, когда мы занимались... Вот, я с 92-го года на радио работаю. Я уже старенький, да? А я с 92-го года на радио работаю. Это моя не первая радиостанция, созданная своими руками. Когда мне начинают советовать, как строить радио, у меня возникает желание взять мяч, как у тебя бы, да? И вот-вот с ноги. Правильно? Посоветуйте что-нибудь... Посоветуйте папе, как детей делать, да? Что называется? Родион Шестаков. Мне кажется, стоит немного вокал притопить в миксе. Сережа, а тебе так не кажется? Скажи мне. Сережа, подойди к микрофону. Сергей Горев, впервые сегодня в студии дебют. Да, я обязательно займусь. Спасибо, Сережа, тебе большое. Научись правильно миксовать голос. Сергей, не слушай никого, оставляй все как есть. Я себя, конечно, очень люблю, не так сильно, но оставляй. Это была долгая прелюдия просто для того, чтобы прочитать это. Можно взять новую звукорежиссера? Пора бы, пора бы, да. Действительно, надо бы как-то все-таки голос притопить. На самом деле, Сергей, спасибо, все достойно, здорово. Ну, не важно, что тебе нравится. Важно, что есть человек, которому кажется. Я самый главный человек в этой стране в рок-музике. Как это мне кажется? Мне казаться не может. Я на конкурсе в свое время Джона Фленонов. Конкурс называется в свое время. В Лондоне занял третье место. Ну-ка поделись. Как они мне могут говорить? Поделись этой информацией. Как спел песню Мэджин? К кому? На конкурсе. Двойников. И Маккарт не вышел, сказал, Саня, первый тебе недавно, третий точно, твое. Так, и что он тебе ответит? В 1998 году я был в институте, учился в своем первом. Подожди, стоять. У нас турнир было. Саня, подожди. В Европе. Подожди, стоять. Вот сейчас мы снимаем с лица, как мим. Сейчас пою, куплет. Улыбку. Подожди, рассказывай. Если это действительно правдивая история. Ну, было, я поучаствовал. Ну, расскажи тогда, нормально, без ржаки. Расскажи. Я учился в первом институте. У меня два высших образования. Семен. Да. Я тогда рассказывал. Из трех, еще и четырех меня выгнали. Ты людям рассказывай, да. Вот, рассказывай людям. И у меня было от института в 1998 году, по-моему. Да, мы ездили по Европе. Там Германия, Франция, Чехословакия, Прага. И в Париже были. Там конкурс был. Вот, конкурс был в Битлз памяти. Да, я не знаю, там Битлз или что-то такое. Я вышел, спел Imagine. Так. И мне жюри вручило приз. За третье место. Тамошнее, британское? Нет, французское. А что ты мне не рассказывал? А, французское, прости. А ты не знал, потому что я все буду кричать. А ты с дедом курил, сиди уже. Да, ты в это время что делал-то? Не знаю даже. Не там ты был. В школе группу Король и Шут слушал. А вот сейчас ты обмолвился. Хочешь? А ну-ка спой. А вот сейчас на слабо тебе. А ну давай. А вот давай. Включаем? Включено все. И вот как я заинтрирую на третье место. Вот так оно все и начиналось. Нет, я вышел. Там в жюри в основном одни дамы были. Я так вышел. И вот как я заинтрирую на третье место. И вот как я заинтрирую на третье место. Первые два места у нас проплачено. Я говорю, и у вас тоже. Он говорит, да. Санечка, скажи, я в Россию. А ты там так же, как и сейчас на Идиши пел? У меня тогда вообще английский я не знал. Я пел на мексиканском, мексиканско-испанском на речи. Я почему тебя и спрашиваю. Ну по-моему, о карте меня понял. Но спел с душой. Это самое главное. И подарил мне еще шахматы. Вот даже Юлия Русова пишет. От английского на слезу пробивает сразу. Вот я же говорю, по-моему, на Идиши пел. Но мне так показалось. Пока меня хам там услышал, мне показалось, что это чуть-чуть и хаванагил. Давай-ка дальше из программы, которую вы запланировали сегодня. Ну браво тебе, умница. В общем, не тушуется нигде. Ну как, ну. На самом деле третье место, правда. Я тебя поздравляю. У меня стыдка дома была. И он мне шахматы свои подарил еще. А за это зачем? Они ему надоели просто в хостеле. Двух звезд. Я думаю, как это там по Маккартни? Маккартни в хостеле жил. Я в 98-м году не знал, что по Маккартни. А про хостел это знал в 98-м году? А как раз, что это группа панковская порезка. Ладно. Давай петь. Что это будет дальше? Так. Ну ладно, мы подходим. Ну ладно, сейчас мы сыграем серьезную песню. Я думаю, мы ее осилим. Она технически тоже непростая. Посвящается как раз всем ушедшим рокерам. Западным, нашим. Но только тем, которых мы, как бы, наша группа Let's Go любит и котирует. Погнали. Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, как-то так, эта песня тоже с нового альбома. Новая, абсолюнная. Ну, что я тебе хочу сказать. Вот сейчас вполне серьезно. Вообще без дурочки. Сегодня какой-то эфир у нас укуренный получился. У нас говорят, что когда в студии весело... Продюсер из Индии приехал. Да-да-да, я понимаю, привез с собой что-то. Нет, мы спортсмены на самом деле все. Так вот, у нас часто говорят, что какой-то газ в студию запустили, когда весело. Сегодня, мне кажется, этого газа слишком много. С перебором. Возможно, Индия тоже каком-то смысле. Это бесполезно, дверью не поможешь открывать Но сейчас я хочу сказать вот что Серьезно вполне Знакомы мы достаточно давно И с творчеством Let's Go мы знакомы достаточно много уже Времени и были вы здесь Нет, не здесь, подожди Да, и здесь вы были Но вот что-то все-таки Мне подсказывает Что выросли вы достаточно серьезно за это время И по музыке Может быть гитарист Новый, интересный, применил свои какие-то Действительно свое звучание Может быть Ты перестал в некотором смысле Пацанячество, да, в свое включать в песню Больше серьезно появился Я уж не знаю как это назвать Ну ты актер, ты поймешь Я тебе теперь верю Больше, чем раньше Раньше верил, потому что это было какое-то хулиганство А сейчас я вдруг слышу серьезные вещи В которых вдруг раскрывается для меня совершенно новый человек Правда Вот для меня это откровение Не знаю как для кого А для меня лично это большое откровение И большая радость Спасибо, Семен Я признателен за то, что вы сделали Просто Саня увлекся Гарри Муром в последнее время А, то есть это его так вот вытащил Это кто? На секундочку Тут спектакль Карлсона играл папу Блин, я только Карлсона должен играть Минуточку Мадам, это с Фергенбог говорю Кто такой, собственно говоря, этот Гарри Мур? Кто такой это Карлсон? Ну что, Игоря Мура не знаешь Мне за тебя неловко стало Ну понятно, что шутка Слушай, а ведь мы же в первом часе Между прочим Более того Не просто мы с тобой А Иван к этому разговору подключался Что, дескать, стихи он готов почитать Своего второго часа? Как говорил Барон Мюнхгаузен Как говорил Горшок Причем тут Барон Мюнхгаузен? Как говорил Горшок Смейтесь, друзья, и это вас спасет Мне эта фраза очень понравилась И я считаю, что эта фраза Надо ей по жизни сопутствовать Коротко расскажу Ну нет, это все правильно Коротко расскажу очень короткую историю Она действительно очень правдивная Это говорят, что это в неком смысле миф Но это правда Когда не будут долго-долго прелюдий Короче, посылает Феодау Рабовладелец людей, собирающих дань К своим подчиненным собирать дань Те приехали У них, ну, буквально, что называется Три мешочка, а все остальное пусто Вот, и он спрашивает А чего, собственно говоря, вы пустые-то приехали? Так вот люди говорят, что нет у них ничего Не урожай в этом году какой-то случился Говорят, что нету, и плачут Плачут, говорит он Поезжай снова Те поехали, привезли полные закрамы Следующий раз посылает Опять приезжают обратно полупустыми Че такое, почему полупустые? Люди плачут, говорят, что нет у них ничего Плачут, говоришь? Поезжай снова Опять приехали, привезли полные закрамы А в третий раз посылает Возвращаются, короче, все эти люди Которые налог собирают и говорят Люди хохочут, ржут в голос Говорят, что у них ничего нет Хохочут, говоришь? Ну, значит, правда, ничего нет Вот поэтому-то мы с вами должны больше улыбаться Просто потому, что нам терять нечего По жизни, я считаю, это фраза Просто, понимаешь, Александр, что ты там говоришь Это серьезная фраза Да нет, я согласен Смейтесь, друзья, и это вас спасет Да, это понятно Но я Семену Семейный разбор Семену нет, подержу На самом деле нам нечего терять Мы все здесь, вообще люди на земле Существуем в данный момент И тогда, когда мы здесь нужны И все Вот и все Мы здесь нужны, потому что мы здесь нужны Сейчас данный момент Я стал философом Дай тебе Бог здоровья Давайте что-то еще успеем спить Две вещи нам надо успеть Надо Одну старенькую Ну, такую И то, что мы ее здесь не играли И потом Шлягер Новый Две песни осталось Две песни осталось Давай, давай Первый из числа называется Успеем Весна Или одна Как всегда, живой в программе живые Let's go здесь сегодня Погнали Белый серый снег Солнце лучше растопил Воду превратил И исчез первый след Ты помнишь, как вчера Он кричал Подожди И смотрел в глаза И шептал Прости Заткнул Весна А у тебя не сел Ты опять одна Он тебя забыл Ждешь весь вечер звонка Телефон молчит И капая слеза На немой границ Зачем такая любовь Ты порвала билет Иди сама ты, любовь На его концерт За окном весна И дождь по стеклам стучит Первая красота За окном из педового рома ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соткнул Весна А у тебя не сел Ты опять одна Он тебя забыл Ты опять одна Он тебя забыл Ты опять одна Он тебя забыл Субтитры сделал DimaTorzok Вы можете, конечно, писать и писать быстро эту песню Но мы тут попробуем по-свойски свести то, что записано сегодня вами Где косячили, все пролезет, имейте в виду Вот так вот А там посмотрим, как это все будет звучать Басист, барабанщик и соло-гитарист, услышали? Так точно Ты смотри, какой Мы шутим Конечно, косячил, больше всего вокалист Я понимаю В общем, спасибо вам, братцы, за новый альбом, который грядет Я понимаю, что альбом будет совершенно замечательным и очень здорово Кстати, вот тут есть фразочка, которую я не могу не зачитать Сейчас я скажу, от кого Потому что человек действительно к концу эфира Может быть, думал об этом долго Может быть, понимался Ну, знаешь, как бывает, вникал А сейчас понял Реальный хард в инструментальной части Похоже на панк только из-за текстов А в целом музыка Let's Go гораздо серьезнее простого панка Пишет Александр Сазанов Это резюме Замечательное резюме сегодняшнего эфира Просто потому, что это действительно так Это правда К панку вы имеете очень касательное отношение А все, что касается Вообще не имеем Согласен Мы сейчас поем это в своей последней песне Все, что касается того, что вы делаете Я не люблю российский панк Замечательно Продолжайте творить Продолжайте творить Мы же будем сейчас А ничего, что мы вдвоем Продолжайте творить дальше Ждем Семен, мы здесь вдвоем А кто тут еще? Ну, мы разговариваем с тобой Кто-то любит герому альбома И понятное дело Я уж пообещал Действительно Я очень хочу эту песню О которой мы говорили Взять в премьеру Посему в ближайшем Ну, не в ближайшем А в следующем пуле премьеры Она обязательно появится На разрыв Запишите сами Успеете Значит пойдет версия Которую вы запишете в студию Не успеете Значит мы сведем Сами Завтра Что такое? Я хотел сказать насчет панка Там панк, не панк Да Самое главное Панк это душевный Это другое совершенно Ну, это не то, что музыка Если ты в душе панк Или не панк Это не изменишь Это стихи сейчас были Это были стихи от Ваня Вот он, Сидима Который пишет Психолог На самом деле Все мы Нет, посмотрели бы на нас После эфира сегодня Через пару часов Все мы панки Хуй спак в России Дело не то, что ты там набился Что-то А психология же Жизнь Все мы панки, да Да нет, нормально все Это рок-н-ролл Итак, завтра В программе «Живые» Надо представить группу Правильно Ча-дивижн Это совершенно другая музыка Я так полагаю Что завтра Кач будет нового характера Как называется песня Которой Let's go Закончить сегодня Не поверите Мы очень долго думали Название Не поверите Я как Мюнхгаузен сейчас Давай-давай Времечко уходим Все Песня Мы очень долго думали Название Но все-таки Решили назвать эту песню Очень сложно Но в то же время Очень думали Долго Барабанщик писал Let's go Называется Абсолютно Абсолютная Абсолютная новинка От группы Let's go Просто написанная Даже слова Сейчас буду путать Если забуду Потому что Это только еще написано Недавно Спасибо Спасибо вам Ну мы начинаем Давно пора уже Я уже жду Кнопки Жмется здесь Всем пока До завтра Ну ладно Погнали Сейчас будем разносить всех Музыка Я рад вас видеть Друзья Ваши знакомые Лица Ваши живые Глаза Наши сердца Будут биться Сегодня в ритме Одном Обмен энергии Мысли Подарит нам Рок-н-рол Ну что готовы? Я рад вас видеть Друзья Ваши знакомые Лица Ваши живые Глаза Наши сердца Будут биться Сегодня в ритме Одном Обмен энергии Мысли Подарит нам Рок-н-рол Давайте с нами Подриться Приветствую Группа Let's go Мы будем Петь вам песни Отличный Широ Кондрол Давайте Петь с нами Вместе Привет Мы группа Let's go Привет Мальчишки Девчонки Спасибо Всем Кто пришел Что сказать Нам Еще Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Вашим Вашим звездам И улыбкам Мы все Большая Семья Бросим Друг Друг Ошибки Мы Приветствую Группа Let's go Мы будем Петь вам Песни Отличный Широ Кондрол Давайте Песня Вместе Привет Группа Let's go Привет Мальчишки Девчонки Спасибо Всем Кто Пришел Редактор субтитров А напоследок Споем Вам про расклад В русском роке Хотя что петь Все Кронфайдинг И прочая Фигня К рок К рокенролу Не относится Никак И еще Одно Хотим Сказать Сплошное Блин Караоке Но все Таки Ребята Слушайте Группы Let's go И пойти Наши песни Дюбей Патрог Крокенрол Мы будем Петь С вами Вместе Приятный Группа Let's go Привет Мальчишки Девчонки Спасибо Всем Кто Пришел Субтитры Субтитры Слово «краунфадник» относится только к рок-н-роллу, но никак иначе и больше никому. К жирным группам, так скажем.